я хочу задать бы вам вопрос вы когда-нибудь находились среди людей с которыми весело на английском есть это слово весело и так мне было весело но в вашем сердце все же оставалась боль или пустота и мысль о том что вы что-то упускаете вы когда-нибудь говорили с человеком который не понимает вас или вы находились рядом с тем кому вы безразличны ответ ну конечно встаньте со мной пожалуйста и скажите я думаю что я понимаю пастора сегодня утром я хочу получить ответы на эти вопросы а как насчет этого я хочу услышать проповедь сегодня я надеюсь что он скажет хорошую проповедь отец ты нужен нам дай нам послание на сегодня назидай нас говори к нашим сердцам люби нас чтобы мы любили друг друга очень сильно господи во имя иисуса аминь повернитесь к вашему соседу и скажите я так рад что ты сегодня здесь садитесь пожалуйста откроем вместе послание к евреям 10 глава думаю думаю знать имена друг друга очень важно мы приветствуем друг друга нам радостно видеть друг друга когда пришел тит павел возрадовался бог сказал моисею когда аарон увидит тебя книга исхода 4 глава когда аарон увидит тебя он подумает о тебе как о боге мая войси когда моя жена смотрит на меня она так не думает а может и думает не знаю есть шутка на эту тему один человек рассказывает другому моя жена наверное думает что я бог то спрашиваю почему она всегда приносит мне на тарелке все сожжения евреям 10 глава девятнадцатый стих и так братья имея верзновение входить во святилище посредством крови иисуса христа путем новым и живым святилище это святое святых это внутренняя часть киния израиля куда мог заходить только священник мы смело входим туда посредством крови иисуса это не кровь животных но кровь иисуса которая находится на небесах для нас посредством этой крови мы смело входим к богу мы грешники входим через жертву иисуса христа во святое святых девятнадцатый стих путем новым и живым передо мной встает картина эскалатора в аэропорту вы встаете на него поднимаетесь или опускаетесь в этом случае этот путь живой или живые ступени у нас есть путь новый и живой и доступ к богу мы приходим в присутствие бога нам должно родиться свыше от нетленного семени от слова божьего живого и пребывающего вовек это духовное рождение люди рождались духовным рождением на наших глазах на протяжении многих лет когда человек верит в слово божье слово божье приносит христа в их сердце и христос рождается в нем это происходит мгновенно в момент когда вы поверили и родились от слова божьего возможно так произойдет с вами сегодня утром если вы никогда не верили в иисуса поверьте в иисуса христа и вы родитесь свыше от слова божьего на основании чего так произойдет есть ли что то здесь от меня нет библия поговорить с вашим сердцем христос пришел умер и воскрес из мертвых на основании его крови путем новым и живым мы приходим к Богу существует много путей среди людей как приблизиться к Богу иудеи делают это через кровь животного но эта кровь никогда не могла поставить их перед Богом они пытались сделать это через закон но никогда этого не было достаточно другие пути например в восточных религиях абстрактны это медитация волшебство зажигание свеч песни аскетизм жертвы посты этот путь новый и живой это кровь иисуса христа и ее сила кровь христа оправдала нас римлянам 5 глава 9 стих 19 стих путем новым и живым который он вновь открыл нам через завесу то есть плоть свое в стене и была завеса она отделяла священника находящегося в святом от святого святых теперь этой завесы больше нет теперь у нас есть прямой доступ во святое святых через плоть иисуса христа иисус христос был распят и умер когда он умер завеса в храме разорвалась сверху вниз когда иисус предал дух отцу произошло землетрясение и завеса в храме разорвалась толщина завесы была с ладонь человека она была очень тяжелая так что упряжка волнов поднимала ее на свое место это не шторы в вашем доме это тяжелая завеса завеса чтобы никто не смог пройти туда кроме первосвященника один раз в год иисус умер и в этот же момент произошло землетрясение и завеса разорвалась сверху вниз что говорит о том что Бог разорвал завесу сверху вниз теперь мы приходим к Богу во святое святых у нас есть первосвященник 21 стих или великий священник и имея великого священника над домом Божьим этот первосвященник никогда не умирает во время левицкого священства первосвященники служили 20-30-40 лет а затем умирали вместо одного первосвященника заступал на служение другой эти священники приходили и уходили но наш великий священник живет вечно он воссел на небесах завершив работу чтобы у нас постоянно был доступ к Богу путем новым и живым через кровь Христа 22 стих да приступаем с искренним сердцем новым сердцем это принцип библейской психологии я хотел бы ободрить вас сегодня если вы не брали в нашем библейском колледже курс библейская психология пожалуйста возьмите его это замечательные занятия некоторыми вещами я поделюсь сегодня вот человек в человеке есть сердцевина сердце это психологический центр и эмоциональный центр Генри Крабб сказал управляющая эмоциональная энергия в невозрожденном свыше человеке страх мы видим это в бытие 3 глава 10 стих когда Адам согрешил он скрылся и первое что он сказал в ответ но слава Бога я испугался страх страх вошел в человека таково состояние человеческой души мы боимся внешне человек может казаться приятным цивилизованным моральным, добрым счастливым ободряющим благодарным профессиональным и так далее но внутри у человека есть проблема страх таков результат греха результатом греха было отделение от Бога в своей природе я боюсь я боюсь есть много страхов вот еще один человек на картине и у него такая же проблема они привлечены друг к другу внешне «Привет, Камила классная вчера была игра да, я болел за Рейвенс а я за Стиверс ну конечно же после такого расклада уже не может быть хорошей связи у человека есть развлечения пища философия идеи опыт и так далее существует вероятность того что человек внешне может послужить другому в страхе своего сердца общаясь с ним я хочу я хочу чтобы вы увидели со мной из-за того что мы родились свыше поверив во Христа Христос родился в нас у Христа нет страха Бог есть любовь Христос родился в вас Бог в вас а любовь изгоняет страх мы знаем о страхе Господнем но лучшее понимание этого страха это почтение и уважение в страхе и пришедшем после падения Адама есть мучение беспокойство тревога иногда мы даже не знаем откуда приходит страх страх отверженности многие люди действуют в этом направлении это становится стандартом поведения школьник хорошо учится в школе но его мотивация страх он хочет быть принятым он желает чтобы он нравился учителю он хорошо учится в школе но мотивация этого страх быть отверженным страх неудачи страх быть публично постыженным не знаю должен ли я больше сказать о страхе у меня здесь листок и я насчитал около ста страхов в жизни людей но хотите услышать некоторые из них 100 страхов боязнь пауков страх перед змеями страх высоты клаустрофобия боязнь замкнутого пространства боязнь собак боязнь червей страх летать на самолете страх летать на самолете перед раком страх смерти страх публичного выступления страх одиночества страх падения а вот интересный страх перед курицами боязнь боязнь толпы боязнь близких взаимоотношений боязнь ног называется потофобия люди боятся дотрагиваться и даже смотреть на ноги страх перед пятницей тринадцатая страх спать страх перед женщинами страх пчел страх пуговиц люди избегают брать одежду с пуговицами проверьте у себя страх уток акул огня лягушек страх быть забытым боязнь рыб животных боязнь боязнь бананов я понимаю что звучит смешно но все это серьезные вещи боязнь лошадей боязнь перед людьми страх крови страх неизвестного боязнь входить боязнь водить машину но страх упасть страх темноты страх мужчин боязнь насекомых зеркал беременности боли икоты страх старости больниц школ технологий будущего работа икор работы клоунов бо боязнь бороды боязнь мнений света и так далее боязнь работы боязнь клоунов мнений боязнь света и так далее этим страхом дано определение это понятно но в человеческой природе я нестабилен если не буду рожден свыше вот моя внешняя жизнь но сердцевине есть любовь теперь у меня есть свобода чего ты боишься я не знаю я не думаю много об этом я знаю что страх реален но я обнаружил операционную базу другой жизни здесь мой начальник не сможет разрушить мою жизнь потому что любовь больше чем мой начальник смерть не может разрушить мою жизнь любовь больше смерти песни песни 87 большие воды не могут потушить любви вы скажете это слишком высоко для меня но это не так вы рождены свыше что означает христос родился в вас и святой дух обитает вас он ваш советник учитель он бог и бог есть любовь а любовь изгоняет всякий страх бог есть любовь бог есть свет и нет в нем никакой тьмы теперь мы переходим к сути проповеди что такое назидание не то что люди соглашаются друг с другом как происходит в клубах в группах там люди говорят об одном это нормально я принадлежу этой группе но это не значит что я назидаем я да я не один да люди принимают меня здорово но это ненадежно потому что никто не разобрался с основным и фундаментальной эмоцией которая может вести мою жизнь страхом я боюсь это мы видим во многих областях нашей жизни люди собираются в группы но иногда они даже не подозревают зачем они в этой группе может быть они просто чувствуют себя защищенными в группе получать ли они назидание не обязательно они могут быть одинокими в группе они даже могут думать так я принят в этой группе но возможно настанет день когда я просто когда меня просто исключат из нее я рад что я принять здесь потому что здесь хорошо я постараюсь не выделяться чтобы меня не выбросили и не отвергли это не хороший путь жизни он очень хрупкий мы знаем что это такое потому что мы живем в мире где много людей живет именно так хотя на поверхности все нормально мы верующие так же как все остальные мы такие же мы ничуть не лучше и не сильнее чем все остальные но если вы нашли если вы нашли если вы нашли реальность личности Бога путь новый и живой жизнь Христа то вместо страха у вас будет любовь и свобода в вашем сердце в этом случае у вас будет что дать людям потому что этого у них нет вы будете способны быть рядом с ними и любить их потому что это важно когда кто-то страдает вы являетесь тем самым показывая свою заботу вы садитесь с человеком который плачет и проводите время с ним потому что вы заботитесь о нем в своем сердце забота внутри моего сердца очень важна тогда мои внешние действия настоящие мы по-настоящему заботимся мы плачем с плачущими и радуемся с радующимися на картине человек в сердцевине которого есть любовь в новой природе в этом случае происходит максимальное назидание замечательно когда мы знаем друг друга по имени нам нравится когда мы вместе но самое важное когда мы любим друг друга тогда наши слова истины и значимы наш совет может показаться немного жестким но он исходит из любящего сердца пусть будет так для меня лучше чтобы любовь говорила со мной нежели делать все по-своему пусть лучше Иисус посмотрит в мое лицо и скажет как на самом деле обстоит дело нежели я буду играть в свои игры таков путь назидание ученики любили Иисуса очень сильно но в то же время он был жесток с ними он мог упрекнуть их сказать те вещи которые они не понимали он вел их в жизни веры было время когда они были искушаемы оставить его но не смогли потому что в их жизни был призыв они следовали за ним и обнаружили жизнь такой какой она должна быть мир жаждет такого назидания мир ищет взаимосвязи люди хотят чтобы их любили поговорим об этом немного вполне возможно когда группа людей собрана вместе там прозвучат слова открытость прозрачность 10 человек собрались вместе например у них проблема с депрессией или с пристрастием ключевое слово в этой группе открытость и прозрачность они начинают открываться и говорить о своих проблемах в этом случае есть невероятная нужда это делается на поверхности я рассказываю тебе о своих проблемах но если тебе дело до них человек может сказать да мне есть дело другой скажет мне нет до этого дела потому что у меня такая же проблема люди меняются мнениями делятся опытом когда вы выходите с такого общения есть ли у вас перемена были ли вы назидаемы из-за того что мы собраны вместе вокруг наших проблем не значит что там будет наседание скорее я буду еще более унижен и постыжен там люди могут говорить о ты такой замечательный ты такой хороший и я скажу ну что же мне нужно я не знаю какие у вас ситуации в вашей жизни но невероятно что я могу сесть с кем-то кому не все равно и он скажет мне что мне нужно услышать это изменит мою жизнь вот что мне нужно если я хочу быть открытым и прозрачным я буду таким с богом с божьими людьми в правильном свете по правильной причине там будет настоящий результат наше присутствие в церкви сегодня сейчас может быть временем когда сам бог говорит с вами там где вы живете сегодня он говорит брось доверься мне следуй за мною поверь в меня я исцелю тебя я изменю твою жизнь я спасу тебя я очищу тебя от греха я буду твоим советником так говорит библия такие невероятные вещи происходят в нашей жизни и в жизни некоторых они происходят уже десятилетиями да мы открыты и прозрачны но в правильном свете по правильной причине получая славный результат в исповедании бога который заботится о вас и обо мне там происходит исцеление евреям 10.22 да приступаем мы приступаем к самому богу с искренним сердцем с полной верою краплением очистив сердца от порочной или иначе говоря злой совести порочная совесть виновная совесть модернистский мир и постмодернистский мир скажет вам виновная совесть появляется из-за религии в религии нет ничего она просто угнетает людей откуда вы знаете моя виновная совесть это средство чтобы привести меня к богу я чувствую вину в своей душе аем психолог сказал если бы у меня была таблетка от чувства вины я излечил бы 85 процентов своих пациентов вину невозможно утопить в алкоголе или наркотиков или сказать что она не существует вина находится внутри человека римлянам 2 глава 14 и 15 стихи это наша совесть где одна мысль обвиняет нас а другая оправдывает когда Иисус дает нам чистую кровь Иисуса дает нам чистую совесть и мы уже невиновны 22 стих да приступаем с искренним сердцем с полной верою кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистой нужно понимать иудейские религиозные законы чтобы понять эти слова они были написаны уверовавшим евреям которые понимали терминологию кропление кровью омытия тела священник брав животное заколал его вынимал внутренности омывал внутренности водой чтобы затем принести все животное во всесожжение все это было сожигаемо на огне и оставался только пепел это образы для нас верующих как мы представляем себя как жертву живую мы омыты водой слова вот что отделяет наши сердца и умы от порочной совести мы уже не живем в страхе но внутри нас есть любовь чистота дух святой теперь мы способны угождать богу и служить друг другу 23 стих будем держаться исповедание упование неуклонно ибо верен обещавший будем внимательны друг к другу вот это внимательны друг к другу мы говорим я пришел сюда чтобы находиться среди духовных людей я в церкви уже несколько десятилетий иногда я желаю больше взаимосвязи на связи с людьми вы приходите садитесь и уходите ваше расписание ваше личное дело и я очень рад что вы здесь с другой стороны я ищу более близких отношений с братьями и сестрами я хочу сесть с ними поговорить с ними я хочу чтобы они любили меня они любят потому что мы находимся сегодня здесь и дух божий делает это реальностью я думаю вы понимаете о чем я говорю двадцать четвертый стих будем внимательны друг к другу поощряя к любви и добрым делам поощряя или провоцируя как это сделать эй привет я провоцирую тебя ты можешь ответить мне эй 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 хочешь кофе хочешь кофе уделишь мне минутку сделал ли Бог что то для тебя на прошлой неделе ответил ли он на твою молитву недавно вы не говорите ты любишь меня потому что это может звучать неловко мы не делаем это скажите это своей жене или мужу или ребенку вашему ребенку мы провоцируем друг друга у кого то радость и свобода в его сердце а я не знаю этого но он провоцирует меня я слышал универоятную историю о профессиональной скрипачке которая выступала в симфоническом оркестре Хельсинки первая скрипка в профессиональном оркестре Хельсинки очень серьезный уровень желаемый многими музыкантами она играла несколько лет на этой позиции затем она почувствовала что Бог призывает ее в Индию миссионерам она немного боролась с этим вызовом но затем сказала я поеду я спросил ее что ты будешь делать со своей скрипкой разве можно ввести очень ценную скрипку в другую страну без множества разрешений она ответила я купил эту недорогую скрипку на которой я могу играть в Индии на миссионерском поле она подошла к своему директору но он не понял почему она оставляет такую престижную работу он знал многих скрипачей которые мечтали получить это место она вернулась с миссионерского поля она работала в Швеции некоторое время и затем она получила работу в Хельсинки ее коллеги спрашивали ее как ты можешь так жить разве ты не профессиональный музыкант да вы правы но в моей сердцевине есть любовь я не боюсь потерять работу я не боюсь людей с кем я работаю это не управляет моей жизнью такая спокойная природа сделала ее великой скрипачкой она вернулась они попросили ее вернуться она не принимает никакие лекарства чтобы лучше играть на скрипке ей не нужны релаксации для избавления от стресса потому что она нашла нечто эта история провоцирует меня к любви я хочу найти такую жизнь такие люди провоцируют меня меня провоцирует их радость их свобода их любовь их отношение к жизни это все поощряет меня к любви 24 стих поощряя к любви и добрым делам не будем оставлять собрание своего вот оно если я сижу дома ем пончики читаю газеты сижу в интернете то похоже ли моя жизнь на жизнь любви в сердцах братьев и сестер есть любовь которая мотивирует их когда я нахожусь с ними тогда наше собрание становится собранием любви это любовь поощряет меня в вере она ободряет меня взирать на Иисуса начальника и совершителя нашей веры я могу прийти домой и съесть несколько пончиков посмотреть новости время в собрании может открыть для меня невероятные вещи которые заинтересуют меня они выше и дальше моих целеустремлений укорененных в страхе я могу зайти к моим соседям хотя недавно я боялся своих соседей может быть я могу взять телефон и позвонить маме и сказать я думаю о тебе мама я думаю о тебе папа я забочусь о тебе мой брат я не слышал таких слов от моих братьев и сестер много лет но вполне возможно что любовь свобода радость покой станут путем где я найду совершенно другое назидание замечательно правда вы когда-нибудь встречались со старыми друзьями с кем вы выпивали много лет назад я уже не употребляю алкоголь десятилетиями но им нравится быть со мной почему потому что вы приносите что-то за общий стол у вас есть ухо слышащее заботливое сердце слова назидания возможно ваши слова поговорят с ее с их сердцами затронет сердцевину их жизни вы говорите я знаю через что вы проходите я понимаю вас это серьезные слова я не только понимаю тебя но я забочусь о тебя мы сейчас говорим о нашем времени с неверующими мы находимся рядом с неверующими и заботимся о них мы выслушиваем их ведем их мало-помалу произойдут изменения когда я назидаем когда я укреплен когда я нахожу людей которые любят Бога любят друг друга и связаны друг с другом то все становится очень хорошо я говорю это по причине того что я я верю в это я собираюсь приходить в церковь на протяжении недели я хочу быть здесь среду вечером и получить еще кусочек я хочу слышать слова снова и снова это назидает меня возможно проповедь поможет мне или моему брату и сестре в собрании это может быть звонок по телефону так происходит с нами когда мы собраны на собрании 25 стих не будем оставлять собрание своего как есть у некоторых обычаи человек попросту выработал стиль жизни без церкви у них вошло в обычай не приходить на собрание есть верующие которые не хотят собираться с намерением быть назидаемыми тогда чем отличается верующий на работе от других людей он жалуется так же как все остальные у него есть страх внутри он очень умело притворяется снаружи но в глубине своей души он не назидаем он будет сублимировать себя алкоголем наркотиками бегать туда-сюда играть в игры но глубоко внутри он не находит назидание когда человек находит назидание он никогда не забудет этого оно возрастает когда я нахожу глубокое назидае я знаю что это я хочу продолжать в нем оно возрастает в вас и в собрании святых становится большой частью вашей жизни 25 стих но будем увещевать друг друга и тем более тем более усматривайте приближение дня он оного лучший перевод был бы здесь ну а будем ободрять друг друга тем более чем более усматривайте приближение дня оного что это за день день пришествия христа день появления антихриста этот день приближается сегодня мы ближе к нему чем вчера мы видим что приближается этот день что это за день я знаю что грядет день тот день нехороший день это день начала великой скорби день скорби если вы следите за новостями последние 10 лет то увидите что события развиваются очень быстро с динамическими и драматическими изменениями я вижу приближение этого дня и я не буду оставлять своего собрания где я нахожу глубокое назидание мир вокруг меня становится более и более раздраженным у этого мира нет того что есть у нас он стал еще более беспокойным уровень самоубийств наиболее высок в эти дни чем на всем протяжении истории человека знаете кто не беспокоится в эти дни мы разговаривали с моим сыном и он сказал что люди живущие в странах третьего мира не беспокоятся так как мы американцы в странах третьего мира у человека не хватает хлеба насущного у них нет медицинской страховки своего дома их жизнь очень проста о я поймал рыбу люди стран третьего мира не беспокоятся так как мы американцы у нас столько всего что мы можем потерять у нас столько много информации которую надо переварить в вашем сердце страх и вы много боитесь вы боитесь многого а если в ваших сердцах Иисус у вас очень много назидания если вы нашли назидание оставайтесь в нем по мере того как видите приближение дня оного оставайтесь в этом назидании обучайтесь там обучайтесь делиться этим назиданием в этом потерянном мире очень много проблем и он не становится лучше вы и я были посланы в него с посланием Божьей цели я хочу бросить вам вызов сегодня будьте серьезны в отношении вашей веры будьте серьезны в отношении того во что вы верите и возрастайте в этом обучайтесь любви потому что Бог возлюбил вас недавно я испытал страх я обратил на него внимание и сказал ух ты это страх я знаю что это это беспокойство это тревога я знаю что это господи хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе не бойся малое стадо ибо отец мой благоволил дать вам царство этот мир полон страхов но но в моем сердце есть любовь а когда а когда есть любовь то есть свобода взаимосвязь и служение аминь помолитесь со мной помолитесь со мной пожалуйста господи господи кто-то из слушающих эту проповедь не знает Иисуса лично возможно вы не доверились ему чтобы он спас вас придите к Иисусу сейчас вы пришли этим утром в церковь чтобы услышать проповедь которая говорит об Иисусе Библия показывает вам кто есть Иисус и что он сделал для вас ваша часть простая поверьте в него вы скажите пастор я не верю в него я скажу вам продолжайте слушать о нем просите Бога доверьтесь Богу в малой вере вы можете так и сказать Богу Господи я не верю в Тебя но если ты реален измени это я смогу поверить в Тебя если ты есть вы станете верующим это ваше решение ваш выбор примите решение Бог на кресте говорит приди ко мне я умираю за тебя я воскресну из мертвых для тебя поверь в меня скажите Иисусу Иисус Христос я верю в Тебя спаси меня по Твоей благодати избавь меня от греха и дай мне дар вечной жизни поднимите поднимите вашу руку если вы помолились этой молитвой и Ашер дадут вам подарок буклет продолжайте ходить по вере в него не живите в грехе и попросите Бога показать вам что такое грех когда вы согрешите скажите Ему Господи я буду верить Тебе вместо того чтобы жить во грехе я буду доверять Тебе возрастать в Тебе ты поможешь мне поведешь меня и избавишь меня от греха веди меня в реальности чтобы я не заблудился и не был обманут в моем грехе я хочу знать Тебя я хочу знать Тебя услышь мою молитву Божия и ответь мне сегодня веди и наставляй меня во имя Иисуса если вы согрешили исповедуйте ваш грех перед Богом и Он простит вас тот же час омоет вас идите по вере от веры в веру вы будете испытывать реальность Бога и будете глубоко назидаемыми ободренными самим Богом в вашей личной жизни имея покой в вашем сердце Бог сделает это для вас во имя Иисуса аминь и и